Работа столичного хозяйства, внедрение сети автоматизированных платных парковок. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на планерке у главы администрации города Чебоксара. Приход весны никого не оставляет равнодушными, особенно работников городского хозяйства. Снег тает, а вместо него на земле остается все, что горожане успели выкинуть на улицы за зиму. Так что откладывать уборку на более теплое время года не пришлось. В период с 27 марта по 2 апреля город заметно преобразился. 25. С территории города вывезено 174 тонны твердых коммунальных отхозов, 26 тонн крупногабаритного мусора. Проводился в течение недели ямочный ремонт. Всего отремонтировано 1990 квадратных метров, при этом израсловано 240 тонн асфальта. Особенно важно благоустроить те территории, на которых в зимнее время вели работы коммунальные технологии и водоканал. Выйти на субботники призывают и горожан. К майским праздникам мы должны город привести в порядок, также во дворовых территорий привлекать жителей, для того, чтобы лучше на субботники. Нельзя допустить, чтобы на улице города выходил мусор, лежали бутылки, как это иногда бывало. На совещании также обсудили итоги работы городского маршрутного транспорта за первый квартал этого года. Проверка выявила около ста нарушений. Самые частые – отсутствие у водителя мобильных и электронных терминалов оплаты проезда, незаполненные билетно-учетные листы, отсутствие справочной информации и маршрута для пассажиров внутри салона, несоблюдение тарифов на перевозку. По выявленным нарушениям 30 из 35 актов по 19 маршрутам направлены письмами, угадан по Чувашской республике. Из них по трем актам транспортной инспекции готовятся материалы о возбуждении административных дел. Глава администрации призвал провести дополнительную ревизию по уже выявленным нарушениям. Еще одна тема – платные парковки. Они призваны разгрузить самые оживленные участки города. Уже в сентябре этого года состоится запуск пилотного проекта. Власти уверены, что это необходимо в реалиях современной жизни. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.